В Радужном планируют построить часовню. Православное религиозное сооружение возведут на историческом месте. Там, где в 90-е годы стояла первая в городе церковь. Архитектурный проект уже утвердили, святого покровителя выбрали. Подробности узнал наш корреспондент Кирилл Волконский. Отец помогал строить, вернее переоборудовать под религиозные нужды православного храма, бывший магазин в конце 80-х годов прошлого века, вспоминает житель Радужного Евгений Захаров. Молодой человек решил же здесь построить абсолютно новое сооружение – часовню. Здесь будет часовня и, помимо этого, такая парковая зона, где можно пройти, провести время с семьей, отдохнуть, пообщаться. Планируются, в первую очередь, дорожки, насаждения, скамейки, освещение. Огородить надо будет эту территорию красивым забором. Сейчас мы проводим экономическую оценку. Сметные работы посчитают. За зиму будем документы все оформлять. И летом, думаю, начнем строительство. Все получится. Построить на небольшом, намоленном всего за десятилетия клочки земли что-то, кроме православного религиозного сооружения, невозможно. Место возле автостанции Радужного считается историческим. Естественно, то место, оно для нас очень памятное и важное, как основание общины, как появление первого храма в городе. Много там связано событий с тем, кто людей крестился. Понятно, тех уже, кого и нет. И поэтому место само по себе священно. Мы его не можем использовать, задействовать какие-то другие застройки, помещения. Проект религиозного сооружения площадью в 20 квадратных метров. В митрополии уже утвердили архитектурный стиль будущей часовни «Сибирская барокко». В таком же построена церковь Захарии и Елизаветы в Тобольске. Определились и со святым покровителем. Если основная церковь Радужного носит имя Иоанна Кронштадтского, то новую часовню осветят в честь блаженной Ксении Петербургской. Мы будем там в память Ксении Блаженной совершать божественные литургии, а так будем служить молебной Акапистой. А также люди, там рядом у нас больничные комплексы, могут заходить, поставить, помолиться. Строить часовню планируют на пожертвования прихожан первые, причем крупные суммы уже внесли меценаты. Кирилл Волконский, Андрик Ленинский, Вестию Гория, Радужный.